После двух относительно неудачных кампаний в Центральной Европе Сулейман осознал пределы своей экспансии здесь. Он не сумел захватить Вену, и продолжать войну на суше было просто невыгодно. К тому же султан решил развернуть свой меч в Азию. Тем не менее, заключить мир с Габсбургами не удалось, и Сулейману предстояло изменить сферу оперативной стратегии. Его военные действия, направленные против императора Карла V, продолжались с той же интенсивностью и целеустремленностью. Однако теперь его центром стало Средиземное море, где очень скоро османы начнут господствовать. До Сулеймана в отношении Западной Европы и Османской империи в Средиземном море действовало негласное правило разграничения сфер влияния. Император Священной Римской империи не осмеливался особенно проникнуть в Восточное Средиземном море, а Османская империя практически ничего не предпринимала в Западном. Теперь же Сулейман намеревался пошатнуть власть императора в его собственных почти что территориальных водах на берегах Испании, Италии и Сицилии. Время для этого, надо сказать, было подходящим. В этот период североафриканское берберское побережье попало в руки мелких племенных вождей, которые использовали его в качестве базы для пиратства. Их активно поддерживали мавры, которые бежали в Северную Африку после того, как мусульманское королевство Гранады упало в 1492 году, когда у нас реконкиста заканчивается на Пиренейском полуострове. И эти мусульмане, охваченные жаждой мести фактически, устраивают набеги на южные территории Испании. В свою очередь Испания предпринимает попытки перенести войну на североафриканское побережье, чтобы устранить эту угрозу. Но пока еще турки и османы в этом не участвовали. В это время мавры нашли себе двух лидеров в лице братьев мореплавателей – Аруджа и Хайредина Барбароссы. Отважные, рыжебородые пираты были сыновьями Гончарам, который ушел в отставку из корпуса Янычар. Став одновременно корсарами и торговцами, они устроили свою штаб-квартиру на острове Джерба, с которого можно было нападать на судоходные пути и совершать налеты на побережье христианских государств. Имея гарантии защиты со стороны правителя Туниса, Арудж подчинил себе многих местных вождей племен и наряду с другими портами освободил от испанцев лжи. Однако, попытавшись утвердить свое присутствие в глубине материка, он потерпел поражение и погиб от рук испанцев в 1518 году. После его гибели Хридин Барбаросса установил контакты с Силимом, который завершил завоевание Сирии и Египта, получив от султана титул Биллербея Алжира. Когда Карл V приказал очистить страну от оставшихся мавров, Барбаросса совершил набег на испанское побережье. Нападая на церкви и гарнизоны внутри страны, он использовал в качестве проводников местных мусульман, а уходя с добычи, увез их как пассажиров. В целом Барбаросса вывез 70 тысяч мавров. Они ненавидели испанцев так же сильно, как и он сам, а затем составили основу его корабельных команд. Хридин действовал абсолютно самостоятельно, пока в 1533 году Сулейман не вступил с ним в контакт. Мы помним как раз после того, как провалилась его третья кампания на Дунае. Ну, фактически провалилась, об этом мы в предыдущем видео говорили. Подвиги Барбаросса не остались незамеченными в его борьбе с христианами, но сейчас Сулеймана больше всего беспокоила возможность проникновения христиан в восточное Средиземноморье, поскольку те тоже пытались проводить наступательную здесь политику. Ими командовал уроженец Гену и опытный адмирал Андреа Дория, который сменил лояльность французскому королю на лояльность Карлу V Габсбургу. Пройдя Мессинский пролив, Дория вошел в турецкие территориальные воды для захвата корона. Он надеялся таким путем создать отвлекающий маневр фактически в то время, когда султан вел осаду Гюнса, что неподалеку от Вены. Мы говорили об этом опять же в прошлом видео. Отвлечь значительные силы, конечно, не удалось, но тем не менее султан направляет сюда как флот, так и войска, но они не смогли отбить корон. И хотя позже христиане были вынуждены корон оставить, Сулейман был крайне озадачен этим инцидентом. Он осознал, что пока он занимался всецело, был поглощен сухопутными силами, его морской флот отстал от западноевропейского. Требовались решительные, а главное неотложные меры для того, чтобы этот баланс восстановить. Тем более в условиях, когда Сулейман задумал кампанию против Персии, и ему нужно было обеспечить безопасность на своих морских рубежах. Сулейман направляет в Алжир послов с приказом явиться Барбаросса к султану. Напомню, что когда Барбаросса в 1516 году захватил Алжир, он признал суверенитет султана, тогда еще отца Сулеймана Селима. И тот присвоил Хайредину титул Бейлербея Алжира. Соответственно, Сулейман в принципе мог приказывать. Барбаросса это не какое-то там высокомерие. Не проявляя ненужной спешки, Барбаросса в величественном церемониальном строю провел свой флот через Дарданеллы вокруг мыса Сыраль и привел его в бухту Золотой Рог. Он привез большое количество подарков для султана, ну как и водится, золото, бриллианты, коллекцию африканских животных, группу молодых христианских женщин для гарема султана. При этом присутствовавших на встрече Хайредина с Сулейманом Барбаросса совершенно поразил. Он не просил ни рекрутов, ни солдат с берега, ни кораблей в том состоянии, в каком он нашел турецкий флот, а корпуса его судов позеленели от наросших водорослей уже. Он потребовал лишь одного единоличного командования эскадры. Сулейман спросил, какие секреты есть у твоих успехов, на что Барбаросса сказал, что никакого секрета нет. Он строил корабли и воевал на них. Надо сказать, что старейшины дивана военного совета отнеслись к идее назначения Хайредина Барбаросса совершенно неодобрительно. Разве у вас нет опытных пашей, способных послужить вам? Зачем вы благоволите этому бездомному сыну христианского горшечника? Как можно доверять такому человеку? Еще, как будто бы колеблясь, Сулейман отправляет Хайредина в Азию для того, чтобы к нему присмотрелся его приближенный грек Ибрагим. И темпераментный визирь одобрил выбор своего султана. Это тот человек, что нам нужен. Он смелый осмотрителен, способен предвосхищать ход боя, неутомим в работе, стоя при столкновении с бедой. В результате Барбаросса был назначен капудан-пашой или иначе адмиралом. В этой должности он направляется на имперские верфи и лично под его присмотром активно ведется здесь строительство кораблей для того, чтобы восстановить численность и могущество османского флота. Также следует сказать, что Барбаросса был активным сторонником союза с католической Францией. Он видел в этом союзе противовес военному могуществу Испании. И в итоге в данной ситуации сошлись все звенья цепочки. Сулейман собирался у нас на восток, следовательно, он заинтересован был в том, чтобы основной центр тяжести войны ушел в Средиземное море. Харидин Барбаросса был сторонником союза с Францией и активной политики в Западном Средиземноморье. А Франциск I, король Франции, считал, что эта активная османская политика поможет и в его борьбе с Карлом V в Италии. Соответственно, все это и должно было реализоваться. Летом 1534 года, незадолго до отъезда Сулеймана в Персию, Харидин отправился со своим флотом через Дарданеллы в Средиземное море. Флот его по составу был типичным для своего времени, и основными кораблями были галеры. Их называют броненосцами своего времени, которые приводились в движение командой грибцов. В основном это были рабы, захваченные в плен, либо приобретенные каким-то иным образом. Мне, кстати, встречался факт такой, что Харидин Барбаросса не терпел среди своих команд рабов, и что у него всегда на галерах трудились только свободные. Я не стану утверждать, конечно, что это стопроцентный факт, уже очень он контрастирует с той реальностью, которая была, но такая вот версия попадалась. Также в этот флот входили и галеоны, это были такие своеобразные линейные корабли, опять же, для своего времени, приводимые в движение только парусами. Чаще всего эти корабли обладали крупным артиллерийским вооружением, и зачастую, опять же, их использовали как транспорты. Наибольшую известность они получили как корабли, которые перевозили испанские сокровища из Южной Америки, завоеванной в Европу. Барбаросса решил продвигаться в западном направлении со своим флотом, чтобы разорить побережье и порты Италии вдоль Мессинского пролива, и к северу от него в владениях Неаполитанского королевства. Но это было лишь начало, его главной целью был Тунис, королевство в Северной Африке, ослабленное распрями в местной династии, и он обещал султану Тунис присоединить. Напомню для справки, что когда-то там находился Карфаген. И Барбаросса, он фактически задумывался о создании здесь крупной арсманской территории на западном побережье Северной Африки под собственным управлением. Фактически его целью было объединить от Гибралтара, территорию, до Триполитании. Под предлогом восстановления власти беглого принца он высаживает логолетие Янычар. Когда-то здесь он вместе со своим братом укрывал галеры, будучи еще пиратом. Барбаросса собирался начать атаку, но его репутация уже его, в общем, опережала здесь, и правитель Туниса просто бежал из города, не готовый сопротивляться. Претендент на трон, находившийся в руках Барбаросса, отрекся от престола, и, в общем, Тунис был присоединен к Османской империи. Фактически это дало туркам важнейший стратегический плацдарм, господствовавший с южной стороны над Узким проливом, соединявшим восточную и западную часть Средиземноморского бассейна в пределах досягаемости для галеры до Мальты. На Мальте, напомню, нашли пристанище рыцарей Ордена Святого Иоанна, которых изгнали с Родоса, когда его захватил Сулейман Великолепный в 1522 году. Также в пределах досягаемости из Туниса была и Сицилия. Когда-то именно отсюда ее захватил Карфаген, а потом и Сарацины в 10 веке. Ну, понятно, что здесь большой промежуток упущен, но просто два захвата Сицилии случались именно отсюда. Это факт. Император Карл V сразу осознал масштаб трагедии и считал, что, вероятно, Сицилию удержать не удастся в сложившейся ситуации. Но сначала он попытался при помощи интриг противостоять этой угрозе. Он направил генуэзского посла, хорошо знавшего Северную Африку в качестве лазутчика в Тунис, чтобы тот, опираясь на свергнутого правителя, поднял мятеж против турок. На случай, если мятеж не удастся, нужно было подкупить Барбароссу, либо убить его, если он не согласится продаться на службу Карлу V. Лазутчик, однако, был обнаружен и приговорен к смерти. В результате императору уже необходимо было принимать серьезные меры к обороне, и был собран внушительный флот из 400 кораблей под командованием Андреа Дория, уже упомянутого. Все это дополнялось императорской сухопутной армией. В итоге, в 1535 году летом она высаживается близ руин Карфагена. Однако, прежде чем добраться, собственно, до Туниса, необходимо было захватить ту самую крепость Лагалету. Европейские войска в течение 24 дней осаждают крепость, но турки ожесточенно обороняются, нанося огромные потери осаждавшим. Крепость умело оборонял командир Янычар Исмирный, причем еврей по национальности, но в конечном итоге она пала. При помощи корабельных орудий удалось сделать большие проломы в стене и захватить Лагалету. Таким образом, был открыт путь к Тунису для императорской армии. Однако Хэридин в качестве гарантии от возможного поражения направил эскадру своих самых больших и хорошо вооруженных галер в Бонн между Тунисом и Алжиром. Фактически в резерв. По принципу, не складывать все яйца в одну корзину. И теперь императорская армия двигалась в условиях страшной жары по берегу озера к Тунису. После неудачной попытки блокировать ей доступ к колодцам на пути следования, Барбаросса отошел под стены города. Здесь он собирался на следующий день дать бой армии императора во главе своих войск из турок и берберов состоящих. Но в это время в городе несколько тысяч пленных христиан при приближении своих единоверцев подняли метех, завладели арсеналом, вырвались на свободу и напали на турок, а берберы отказались сражаться. Все это позволило императору войти в город практически без сопротивления. После трех дней массового насилия, столь же варварского, какой устраивали мусульмане в европейских городах, Карл V восстановил на троне свергнутого правителя Туниса в качестве своего вассала и оставил свой гарнизон в Логолетте. Весть о победе разнеслась по всему христианскому миру, где Карла V начали называть завоевателем. Был даже создан новый орден крестоносцев, Тунисский крест, с девизом «Барбария». Христиане, надо сказать, отметили эту победу пышным празднеством и представили шуточную такую осаду игрушечной крепости, обороняемый турецкими марионетками город, чей рыжебородый капитан сгорает под громкие аплодисменты зрителей. Но Хайредина Барбаросса ждала совершенно другая судьба. Когда христиане восстали, Барбаросса понял, что город потерян и предан разграблению, он бежал с несколькими тысячами турок в Бонд, где благодаря его прозорливости был резервный флот. Тем временем армия Карла V, которая предалась разграблением, конечно же его не преследовала. А Андреа Дория, который пренебрег приказами Карла V и не оккупировал Бонд, теперь уже никак не успевал перехватить беглеца. А Барбаросса зря времени не терял. Поднаторевший в мастерстве тактики и стратегии, он немедленно отплыл из Бона, уводя галеры и войска. Но не для отступления и не для защиты Алжира, как могли бы предположить его противники. Барбаросса был куда интереснее. Он направил свой флот к Балиарским островам для того, чтобы нанести ответный удар по территории императора. И здесь он достигает эффекта полной внезапности. Его эскадра, появившаяся совершенно внезапно под испанскими и итальянскими флагами, развивавшимися на мачтах, первоначально была с радостью встречена, как та возвратившаяся, которая отправилась на Тунис. Затем она захватывает крупное португальское торговое судно и входит в порт Маго, что на Минорке. Здесь, фактически, обратив поражение в победу, солдаты Барбаросса разграбили город, взяли в плен и в рабство тысячи христиан, разрушили оборонительные сооружения и увезли в Алжир богатство и запасы испанцев. В свою очередь, захват Туниса, совершенно независимо от ситуации, мало что давал императору. Главной проблемой был Барбаросса. Пока у него есть свобода действий на морях, пока он готов дать бой где угодно, в той стихии, где он по праву господствовал, он представлял огромную опасность для Карла V. В 1536 году Барбаросса вновь возвращается в Стамбул, где султан, недавно вернувшийся после повторного захвата Багдада, приказал пирату построить новый флот из 200 кораблей для решительного похода против Италии. Надо сказать, что Андреа Дорио фактически сам спровоцировал султана на агрессию, когда из Мессины совершил набег, во время которого захватил 10 турецких торговых судов. Затем он направился восточнее, пересек Ионическое море и нанес турецкой морской эскадре у берегов острова Паксос поражение. И в 1537 году Хайреддин Барбаросса со своим новым флотом отплыл из бухты Золотого Рога для нападения на юго-восточный берег Италии. Вслед за этим должна была последовать быстрая кампания в Адриатике. Причем операция планировалась комбинированная, и ее должна была поддержать турецкая сухопутная армия под командованием самого султана. Она должна была переправиться морем из Албании и направиться по Италии в северном направлении. Таким образом планировалось совершить то, что не сделал Мехмед II Фатих. Все это предприятие могло бы не осуществиться, если бы не Франциск I, в котором причудливым образом сочетались двуличия, ум и тщеславие. В противостоянии с Карлом V Габсбургом он решил навредить императору, нанеся удар по его жизненно важным интересам в Италии, причем самым опасным оружием, при помощи меча Османской империи. Для того, чтобы достичь соглашения, он направил в Стамбул образованного и способного дипломата Жана де Ла Фаре. Тот должен был от Сулеймана добиться миллиона золотых монет, что, цитата, «не отяготит великого сеньора». Вслед за выделением этой суммы он должен был договориться, чтобы Сулейман вторгся в Южную Италию и с главной турецкой армией захватил Неаполь. А сам Франциск предпримет очередной поход через Альпы и вторгнется в Италию с севера. От Сулеймана, конечно, в этой ситуации требовалось реально многое. Взамен на и христианнейший король Франции обещал Османам следующее. Это установление дипломатических отношений и заключение вечного договора о союзе, дружбе и торговле на равноправной основе. Франциск также обязался обеспечить всеобщее спокойствие и вечный мир в отношении турок со стороны Запада. Как говорил сам Сулейман, на это французскому дипломату, как я могу доверять королю, если Франциск всегда обещает больше, чем он способен сделать. Но перспектива разгрома Карла V и последующее установление мира на европейских границах было слишком заманчивой, и Сулейман согласился на этот план. Всю зиму 1936-1937 года присутствие турецких галерн в порту Марселя открыто фактически демонстрировало франко-турецкое сотрудничество. И в феврале 1937 года французская армия двинулась в Пьемонт, преодолев Альпы. Сулейман, в свою очередь, выполнял свои обязательства по сделке. Барбаросса высадился в Атранта и опустошил побережье Апулии, как говорят, словно чума. Причем размер армады Барбаросса настолько устрашил осторожного Андреа Дория, что тот даже не рискнул высунуть носа из Мессины для того, чтобы помешать турку. А затем конфигурация сил резко изменилась. Франциск, который должен был по условиям договора наступать на Милан, подписал десятилетнее перемирие с Карлом V, и теперь война на севере Италии заканчивалась. В результате султан, который собрал под это дело армию в Албании, решил, ну, чего добру пропадать и направил войска против Венеции. Тут надо сказать, что венецианские острова в Ионическом море уже давно являлись источником разногласий между двумя державами. Более того, венецианцы завидовали тем коммерческим преимуществам, которые Сулейман предоставил французам в рамках Союза. И венецианцы сами предприняли ряд враждебных действий в отношении турецкого судоходства здесь. Так, близ Корфу, они захватили корабль, весший губернатора Галлипполи, и убили всех, находившихся на борту, кроме одного юноши, которому удалось спастись. Сулейман приказал Корфу немедленно осадить, и его армия высадилась на острове по понтонному мосту, составленному из лодок с Албанского берега, и разграбила близлежащие деревни. Однако крепость стойко держалась, и с приближением зимы осада была снята. Да, Барбаросса здесь протестовал, но Сулейман лишь ответил ему. Такое место, как это, не стоит жизни и одного из моих людей. Тут можно вспомнить Родос и Вену, после которых Сулейман очень не хотел вести свои войска на штурм, памятуя об огромных потерях, которые это за собой влечет. Барбаросса, переполненный жаждой мести, отправился по Ионическому морю, вышел в Эгейское море и безжалостно грабил и разорял венецианские территории здесь. Он сумел захватить 12 островов и разграбить 13. Других островов имеется в виду. Турки взяли в плен 16 тысяч человек здесь и богатые трофеи. И этими действиями фактически Хайреддин уничтожил опорные пункты венецианцев вблизи Греции. И согласно его собственному признанию, он таким образом мстил европейцам за Тунис. Более того, теперь он избавился от необходимости защищать Эгейское море, ставшее фактически внутренним озером для Османской империи. Фактически пройдет целое столетие, прежде чем европейские корабли, исключая-ка них на французские, получившие льготы, войдут в это море вновь. И снова зимой 1537-38-го королевские дворы Западной Европы, охваченные ужасом, решительно думают, что же, собственно, делать с этой ситуацией. Вена, фактически оставшаяся без армии, тоже взывала о помощи. И папа римский, Павел Третий, говорил, что только крестовый поход новый может спасти Европу. Карл принял неотложные меры по обороне Неаполя, а Венеция в страхе за свою судьбу ввела налог в размере пятой части имущества торговых семей. Из этой взаимной потребности в безопасности и родилась Священная Лига. О ее противостоянии с Османской империей мы поговорим в следующем видео.